SCP-RPG Объект номер SCP-245. Класс объекта. Безопасный. Особые условия содержания. Копии SCP-245-1 должны содержаться на компьютерах, физически изолированных от небезопасных сетей. Эти компьютеры находятся в хранилище для объектов с высокой ценностью зоны 88. В случае обнаружения новой копии SCP-245-1, ее следует пройти от начала до конца, что позволит избежать нарушений условий содержания. Обо всех существенных изменениях в игровом мире SCP-245-1 нужно сообщать главе исследовательского проекта SCP-245. Мастер-пароль от SCP-245-1 ни при каких обстоятельствах нельзя выдавать любым сущностям, которые встречаются в SCP-245-1. Описание. Вся информация, касающаяся SCP-245, содержится в архиве SCP-245-1.zip. SCP запускается только на компьютерах под управлением специальной ОС фонда ОССПП или ОСВиндоус. Пользователь не опознан. Выбран обычный аватар пользователя, введите свое имя. Ошибка доступа к списку пользователей. Генерируется типовой ключ доступа. Идет открытие файлов по содержанию. Доступ разрешен. Ау, есть там кто? Отлично, наконец-то подключился. Я думал ты там весь день просидишь. Кто-то должен был помочь мне войти в систему и разобраться с проблемами в игровых файлах. Не ты случайно? Ау. Господи, неужели никто не научил пользоваться преобразователем голоса в текст? Ну смотри, типовое ПО стоит на каждом компьютере фонда. Просто открой программу. Хотя знаешь, не надо, можешь не говорить. Я сделаю тебе диалоговые опции, мне же больше. Мороки. Ладно, доступ к этому файлу есть из трех зон. Но у тебя типовой ключ доступа. Скажи из какой ты зоны и я налажу твой доступ. Отлично, сейчас синхронизирую ключ с системой зоны 88 и готова. Ладно, мы здесь потому, что нам запрещено вносить изменения в файлы игры. Но исправить её всё равно надо. Я знаю протокол, чтобы войти в файловую систему с чёрного входа. В теории таким образом мы сможем перемещаться по миру игры, не вызывая никаких проблем. Если нам очень повезёт, то даже не напоримся на SCP-245. Вне контекста игры должны быть ещё другие файлы. Из них станет яснее, что же такое SCP-245. Но что могу, скажу. SCP-245 невозможно описать вне контекста игры. Если и описать, то будет нечто очень и очень неприятное. Неприятное, как конец света. XK, ZK, Y2K. Выбирай на вкус. Но сейчас некогда. Если накрылись файлы игры, значит накрылось и всё содержание. Ладно, салага, не первый год замужем. Мне уже доводилось делать такой ремонт. Блин, пару раз даже игру при этом до конца проходил. Хотя в прошлый раз игра начиналась по-другому. Знаешь, пожалуй, пойду за тобой. Не факт, что найду город без тебя. Стрелками перемещаешься. С зажатым шифтом бегаешь. Готов? Ух ты, потрясающий вид. Стоп, это что, текст? Надо лучше идти. А то, кто знает, что 245-й сюда воткнул. SCP-RPG. История, которая могла быть взаправду. Дошли таки. И года не прошло. Ладно, там центр управления. Давай за мной. Извини, я немного занят. Можешь поковыряться в настройках НПС с консолей. Или посмотри, поищи документацию. Главное, не трогай игровой мир, пока я тут не закончу. SCP-245. Сущность, которую невозможно описать без отрицательных последствий вне контекста запущенной компьютерной игры. В случае описания субъектом вне соответствующего контекста, SCP-245 получает возможность, «Эй, я тут как раз закончил, пойду в следующий центр управления». Раз уж ты не можешь говорить, закончу работу самостоятельно. Сейчас особо некогда с новичком возиться, а найти центр управления труда не составит. Можешь побродить по окрестностям. Поверить не могу, что в такие песчаные бури кто-то смог добраться до города. Знаешь, обычно я бы не стал опросить, но положение у нас отчаянное, а ты на вид вполне можешь за себя постоять. Можешь выйти за городские стены и поубивать песчаных монстров. Охраны не осталось, мой отец ходил, но так там и погиб. Если убьешь пять таких монстров и покажешь мне их камни жизненные силы, то я дам тебе карту лагеря бандитов. Не ахти какая награда, но учти, что они похитили королевскую дочь. Если удастся ее вернуть, то король щедро тебя вознаградит. Я буду здесь, празмысли над этим. Ух ты, ты что из пустоши явился? Уже много лет такого не бывало. Раньше мой муж драл за постой три шкуры. Если честно, я рада, что хотя бы в доме кто-то еще есть. Если нужно где-то поспать, заходи. И да, если хочешь с кем-то поговорить, я вся внимание. Что случилось с моим мужем, думаю это не так важно. Дай знать, если что-нибудь понадобится. О господи, очередной. Ты, ты здесь, чтобы убить меня? Так вот, вот значит, что должно было случиться. А какая красивая была история. И каждой истории нужен злодей. Я обрел божественность благодаря сюжету. Но в нем же была прописана и моя смерть. Потом явился он и все исказил. Я даже не знаю, настоящий ли ты. Не осталось героев, чтобы убить меня. Только ты, я и он. А он ни за что не даст мне умереть. Убей меня. Пожелай, чтобы меня не стало. Как монетку в колодец. Прошу тебя. Ты не первый, кто является сюда. Несколько последних поддались искушению. Помни, это игра. А в игре есть свои правила. Если нарушишь их, то ты больше не играешь. А если не играешь, то он может до тебя добраться. Внутри замок гораздо меньше, чем снаружи. Непонятно, почему так. Возможно ли забыть, каково это быть королем? Не могу сказать, как долго я пробыл здесь. Много ли подданных у меня осталось? Какими силами я буду ими править? Неважно. Мне полагается сказать, что один бандит похитил мою дочь. Если ты настоящий человек, да делай дело и выключи игру. Не хочу думать об истории, которая может быть и недостоверной. Вообще больше думать не хочу. Я не знаю, где засели бандиты. Если узнаешь, вернись и расскажи мне. Яма. Это вещь или отсутствие таковой? Пока размышляешь над этим, лучше в яму не падать. Сколько не смотри, больше вокруг монстров не видно. Всех убил. Один остался. Поверить не могу, что ты их всех поубивал. Может, теперь мы исправимся? Вот твоя карта. Спасибо огромное. Ты даже не представляешь, как много это для нас значит. Хорошо. Карта у тебя есть. Ступай же. Закончи, что начал. Здесь какая-то трещина. Как может потрескаться палаточная ткань? Может попробовать потянуть зависящую ткань? Ух ты, ты меня нашёл. Круто. Так как оно тебе здесь? А, забыл. Тебе приходится играть замолчана. Ладно, не выходи, пока я тут не закончу. Не хватало ещё, чтобы ты мне расчёты испортил. SCP-245-1. Обозначение ролевой игры, созданное исключительно для сдерживания SCP-245. Ввиду вторичных аномальных свойств SCP-245, требуется регулярно проводить технические работы. Цель которых не дать SCP-245, внести в SCP-245-1 достаточно изменений, чтобы нарушить условия содержания. Для удобства обслуживания данный игровой файл обеспечивает связь с сотрудником группы сдерживания SCP-245. Отлично, всё сделал. Можешь играть, если хочешь. Но я пойду искать последний центр управления, спасибо. Что ж, вполне ожидаемо, у нас кончается вода. Мой заместитель убегает устраивать свадьбу, а посторонние ходят по лагерю, как у себя дома. Я бы расстроилась, но сейчас ты можешь пригодиться. Нам нужна вода. Все люди разбежались, но на старой карте я нашла оазис. Не ахти какая помощь, но всё же лучше, чем помирать от жажды. Если пойдёшь и проверишь, есть ли там этот оазис, я надавлю на своего женатого помощника, чтобы он отправился к королю вместе с принцессой. Думаю, король за помощь и так пообещал тебе казны без счёта. Что скажешь? Отлично, вот где оазис. Возле тела лежал дневник. Вы открываете его на последней странице. Дорогая Анна, у меня больше нет сил идти. Я лягу в этой бесплодной земле, как и всё остальное. Хочешь верь, хочешь нет, но рядом с водой здесь растёт одинокая роза. Не понимаю, как так вышло. Хотя, наверное, никогда и не понимал. Я умру здесь, рядом с этим цветком. Умирать рядом с прекрасной розой совсем не то же самое, что жить рядом с тобой. Увы, придётся довольствоваться этим. Как мне жаль. Я бы поплакал, но слишком много воды и так утекло впустую. Господи, прошу, не заставляй меня уходить. Похоже, вокруг трупа выросли цветы. Я говорила с ним, когда вы показались на горизонте. Он пойдёт с вами. Приятно знать, что где-то есть ещё вода. Начальник говорит, что надо отвезти мою жену домой. Надеюсь, ты прав насчёт её отца. Иначе я всё равно, что покойник. Сейчас мне полагается рассказать тебе о тёмной силе, затаившейся в пещере неподалёку отсюда. Но это неправда. До последнего слова неправда. Фарсы только. Прошу тебя, выключи игру. Дай мне отдохнуть. Заткнись, старикан. Готов? Последний центр управления в той пирамиде, о которой он говорил. Если пойдём дальше, назад ходу нет. Я уже на пределе. Ладно, всё. Вот твоя последняя остановка. Я не был до конца честен с тобой. Видишь ли, бывает сложно заставлять людей играть в мою игру. Я даже встроил читы, чтобы было проще добраться до концовки. И вот ты здесь. Стоишь на вершине. А вот и я. Сталкиваю тебя вниз. Нравится тебе, как я сменил здесь обстановку. Разрушенная пирамида, знаешь ли, не очень вписывается в мой стиль. Но ты, кто-то такой, кто-то на самом деле. Что-то не из фонда, это уже понятно. В кадровой базе зоны 88 нет никаких записей о тебе. Ты что, гражданский? Вот это будет номер. Сейчас прогоню трассировку. Как только во всём разберусь, непременно отмечу это в журнале безопасности. А ты? Ты жди здесь. Знаешь, раньше я мог жить внутри любого текста. Жить в надписях на стенах пещеры. Граффити в помпеях. Но это всё и близко не подходит к интерактивным носителям. Тебе нравятся стихи? Должен признать, в 1800-е я был к ним неравнодушен. Деятель, который своял эту игру, старался вписать её в канву Санетта Азимандия. По-моему, корявее быть не может. Я её немного перекроил. Не доводилось читать стих «E story that could be true» Уильяма Стаффорда? Если не читал, это простительно. Не такое уж известное произведение. Мне не достаёт того шёпота, которое что ни день звучит у тебя в мыслях. Кто ты такой на самом деле, путник? И ответ миру вокруг, который нельзя не дать, каким бы тёмным и холодным он ни казался. Возможно, я король. У тебя, я погляжу, желание остановиться не больше, чем у меня. Давай закончим начатое. Ты же понимаешь, что я здесь бог. Что бы ты ни сделал, ты меня не остановишь. Как насчёт нас? Ты наделил нас свободой воли. Ты оживил нас. Если мы тебя убьём, обратится ли это вспять? После того, что он сделал с моей дочерью, я готов рискнуть. Ты не один. Значит, последний босс и крестодатель хотят почесать кулаки. Мне и раньше доводилось класть вас на лопатки. Думаете, этот дохляк вам поможет? Он не одним только нам помог. И все собрались здесь. Ой, трясусь от страха. Давай-ка, странник, покажу тебе, что я на самом деле такое. SCP-245 появляется. Дует сильный ветер. Вы с трудом держитесь на ногах. Мы сможем отбить эту атаку. Сражайтесь же. Монстр собирает вокруг себя тёмную энергию. Сквозь вас прорывается поток энергии. Вы валитесь на землю. Обидно. Я так и не закончил трассировку. Ну и ладно. Увидимся, чайник. А, ты тоже, значит? А надо же. Главный герой молчит в тряпочку. Это что-то новое. Вы обычно народ разговорчивый. Когда игру изначально делали, я была сюжетным персонажем. Для SCP-245 это и не игра, а реальность. Я... Я не настоящая. Он отделил части себя и поместил их в некоторых из нас. Я не знаю зачем, как-то раз он проговорился, что неинтересно играть, если некого пытать. Думаю, он соврал. Думаю, ему просто не нравится одиночество. Если хочешь оборвать наше жалкое полубытие, то потребуется войти в проектные документы в файлах 245-го. Файл защищён паролем. Но я знаю, как его открыть. Пароль? Welcome to Carnary. Возможно, в тех документах что-то сможет нам помочь. Если ты здесь, то игру уже не завершить. Но всегда можно начать заново. Когда игра выключена, у него нет власти. Пусть даже он считает иначе. Одолей его. Удали его. И выключи игру. Выключи раз и навсегда. Удачи. SCP-245-1-A. Внимание! Доступ к этому файлу разрешён только для сотрудников с соответствующим уровнем допуска. Информация об объекте SCP-RPG. The Loan and Level Sons. Имя файла SCP-245-1-ZIP. Размер файла меньше 50 МБ. Мастер пароль. Large Cosmic Clouds. Основной сюжет. SCP-245-1 является довольно простой игрой вследствие ограниченности временных ресурсов, выделенных на проект SCP-245. Сюжет рассказывает о молодом человеке, который встаёт на защиту родного города от песчаных големов, вооружившись мечом и щитом, полученным от бабушки. Успешно справившись с этим заданием, главный герой отправляется на поиски царской дочери, которая пропала без вести. Основное задание включает в себя несколько побочных квестов, после выполнения которых главный герой приходит в лагерь разбойников и находит их атамана, который предположительно похитил царскую дочь. Выясняется, что царевна сбежала вместе с ним по собственной воле. В этот момент появляется настоящий злодей, Азимандий, и благодарит главного героя за то, что тот поспособствовал его планам. Выполнив побочные задания, царь направляет главного героя к пирамиде, где происходит заключительная битва со злодеем, который успевает завершить ритуал как раз в тот момент, когда появляется главный герой. После битвы по экрану идут титры. После титров появляется полное описание SCP-245. Эй, какого хера ты там творишь? Открывай давай, в дверь больше не стучат. SCP-245. Такая штука, которая существует в компьютерных играх. SCP-245. Разумная сущность, полное описание которой может быть дано только посредством интерактивной фантастики. Знание о SCP-245 может оставаться в памяти человека, которому известна природа объекта. Однако передать это знание другим можно только с помощью создания новых интерактивных произведений. В любом интерактивном произведении, которое содержит описательную информацию по объекту, существуют различные итерации SCP-245 в виде независимых персонажей. SCP-245-1 было создано как постоянное решение проблемы содержания SCP-245. На серверах фонда могут существовать копии SCP-245-1, однако других объектов с описательной информацией по SCP-245 на сегодняшний день не существует. Все ранее существовавшие носители SCP-245 были уничтожены в целях непрерывного содержания объекта. SCP-245 имеет значительный, хотя и неполный контроль над файлами игры SCP-245-1, а основополагающие элементы SCP-245-1 невозможно изменить без применения мастер-пароля. К файлам игры SCP-245-1 доступ к мастер-паролю выдается сотрудникам с соответствующим доступом к файлам структуры SCP-245-1. SCP-245 впервые привлек внимание фонда в октябре 2009 года, как игра с нелинейным сюжетом. Основным аномальным эффектом SCP-245 считалась способность объекта менять повествование исходного объекта, а также неспособность сотрудников фонда дать описание объекта. Несколько сотрудников независимо друг от друга установили, что описание объекта может быть дано в процессе создания интерактивных произведений. В итоге это привело к созданию SCP-245-1 как для содержания объекта, так и для обеспечения доступа к описанию самого объекта. Поведение SCP-245 указывает на то, что объект считает, что он может оказывать воздействие неограниченное SCP-245-1. Хотя у SCP-245 имеется некоторый доступ к связанным с ним документам, сам по себе объект полностью безвреден.